Добрый вечер, итоговый выпуск новостей в прямом эфире Тегил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Мастер-класс в школе-интернате для слабослышащих детей. Уроки по дрессировке служебных собак провели кинологи вместе со своими четырехлапыми напарниками. Последняя встреча без галстука в главы города с журналистами. Что ждет Валентину Исаеву после завершения срока действия ее полномочий в должности мэра? Всегда первый, всегда в строю. Почетному гражданину пригородного района Аркадию Юршову исполнилось 80 лет. В юбилей его короновали. За что? Последняя встреча без галстука в главы города с журналистами. На нее пришли почти все представители тегильских СМИ. Вопросы в основном касались годов правления Валентины Исаевой. Что удалось сделать и что еще бы хотелось реализовать? Но больше всего корреспондентов интересовал вопрос. Чем займется мэр после завершения срока действия ее полномочий в должности главы города? Все подробности далее. Конечно, это греет душу. Это греет душу. Греет душу добрые дела. Сейчас Валентина Исаева вспоминает все хорошее, что было за годы ее правления. Все, что удалось сделать. Это в частности строительство перинатального центра, реконструкция детских садов и школ, разработка нормативно-правовых актов, создание муниципальных программ и многое другое. Были моменты, делится Валентина Исаева, которые сильно огорчали. Когда что-то с трудом дается, и потом вдруг не осваиваются деньги. Вот это огорчало просто. Когда приходится перераспределять деньги. Вот убеждаешь, что на это надо выделить деньги. А потом получается, что что-то сорвалось по чьей-то линии. В частности, это касается реконструкции садика на улице Ермака, разработки нового кладбища, новогонки и ряда других дел. Валентина Исаева – женщина во власти не первая, а потому скидку на пол признается никто не делал. На совещаниях с вышестоящим руководством она и спорила, и показывала зубы. Ее критиковали, но всегда воспринимали как главу города. Для себя, по крайней мере, я сделала вывод, что лучше идти с поддержкой власти. Вот это сделала абсолютно для себя вывод. И если бы пришлось вновь вернуться назад, я бы уже самовыдвижением не пошла ни за что. Сейчас с поддержкой власти, говорит первая женщина Тагила, у города в 2013 году появится бюджет, увеличенный вдвое по сравнению с существующим. Реально озвучивалась цифра, я помню это, что называли порядка 12 миллиардов бюджетом. Поэтому Маслов не ошибся, говоря о том, что мы хотели бы и работали на эту цифру. Где-то эта цифра называлась там в разных структурах власти. И это предложение внесено. То есть 3 миллиарда – это целевые деньги областные и 9 наши, посчитайте в сумме, это 12 миллиардов. До завершения полномочий главы города остались считанные дни. До инаугурации нового мэра Валентина Исаева намерена работать, не покладая рук, и завершить оставшиеся дела. Ну вот все, какие ошибки были, это предстоит мне еще осознать. У меня не было времени для самокопания. Появится ли оно после завершения полномочий главы города Валентина Исаева, тоже не знает. Особых планов на дальнейшую карьеру не строит. Как ни пытались выведать журналисты у мэра, где она будет трудиться дальше, Валентина Исаева ответа так и не дала. Я даже, вот знаете, кроме своей семьи, я вообще никому даже эти предложения не оглашала. Вот даже у меня в администрации никто не знает об этом. Вы можете позвонить. А? Выдерну положение. Я хочу молчать. Ну вдруг сорвется. Ну зачем я буду так говорить, да? Я сама не верю, что я вообще куда-то пойду работать. В завершении встречи без галстуков Валентина Исаева вручила каждому журналисту книги о своей работе за четыре непростых года ее мэрства. Три дня осталось до выборов главы города. Подготовку к голосованию обсуждали сегодня на совещании в мэрии. Никто из шести претендентов на кресло мэра с дистанции не сошел. В целом эту избирательную кампанию специалисты называют одной из самых спокойных. Ни одной жалобы на нарушение избирательного законодательства, на действия избирательных комиссий, кандидатов друг на друга на какие-то нарушения закона не поступало. Город, Ничи, наши кандидаты не замусорили. Вы видите, что в принципе в городе чисто. Все избирательные участки в Нижнем Тагиле и сельских территориях к приему голосующих готовы. Приемка помещений пройдет в пятницу в субботу. Тогда же установят 60 КАИБов по 20 в каждом районе. С 12 октября участки под охрану берет полиция. Для впервые голосующих, а их ожидается более 2000, подготовлены подарки. Выдано около 350 открепительных удостоверений. На всех участках избирателей готовы накормить вкусной выпечкой и развлечь концертными программами. Я прошу взять на вооружение благоустройство в городе, в городе вывоз мусор. Мусора постарайтесь сделать так, чтобы в городе было чисто, чтобы ощущался праздник в городе. Власть избирается на 5 лет, высшая власть в городе. Поэтому я прошу вот это учесть. И постарайтесь создать праздничное настроение, хорошее настроение у людей. Тарифы на электроэнергию бьют по малому и среднему бизнесу в Нижнем Тагиле. Эту проблему сегодня обсуждали депутаты на заседании постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. Опять же, если подтвердится информация о том, что у нас тарифы выше, чем в соседних регионах. И это снижение будет говорить только о том, чтобы хотя бы уравнять шансы или условия работы для предприятий малого и среднего бизнеса в ближайших регионах и в Свердловской области. Чтобы узнать о формировании тарифов по Уральскому федеральному округу, на заседании решили направить запрос в единую сеть торгово-промышленной палаты. Решение этой проблемы позволит снизить цену на электроэнергию не только для предпринимателей, но и для всех тагильчан. Тагильский лес выдался не только богатым на грибы, но и на оружие. Пакет с гранатами нашел в лесу близ поселка Горбунова Грибник. Свою находку мужчина перепрятал в 300 метрах от 132-го километра трассы Екатеринбург-Серов и доложил обо всем полицейским. На место выехали следственно-оперативная группа и кинологи с двумя служебно-розыскными собаками. В пакете они обнаружили 17 ручных противопехотных гранат. Из них 16 РГН и одна Ф-1. Также в пакете лежало 17 запалов гранатом. По факту ведется проверка. Сейчас оперативникам предстоит выяснить, кому принадлежали гранаты, откуда они взялись и с какой целью хранились. Общение на языке жестов. Слабослышащие дети узнали о методах дрессировки животных. Кинологы вместе со своими четырехлапыми напарниками, служебными собаками раскрыли святая святых службы в полиции. Своеобразный мастер-класс прошел в школе-интернате «Новый». Все подробности необычного урока у Елены Тереховой. Взаимопонимание на уровне жестов. Невербально общаться с полицейским – важнейшее умение для служебных собак при задержании опасного противника. Этому языку животные учатся годами. Зрители, кажется, внимают к каждому жесту. Понимать человека без слов с рождения умеют школьники интерната. Непоседливый холерик Буч и дик по темпераменту сангвиник. Пять лет уже они носят звания служебных. Столько и живут на свете. Этот возрастной порог, говорят кинологи, самый подходящий для работы. Но все, на что способны, не раскрывают. Показывают лишь азы службы. Например, как по запаху найти обладателя перчатки. Это из-за ряд положительных эмоций изначально. Независимо, служебная собака или нет. Они добрые, дают нам всегда положительные эмоции, всегда радуются нам. У нас цель одна – расширить границы их мира, в котором они живут. Потому что, вы сами понимаете, они здесь находятся постоянно в интернате. А мы стараемся побольше их познакомить. И с жизнью, и с людьми. С нашей службой хотим познакомить. В гости к слабослышащим детям собаки пришли впервые. Сотрудники школы попросили кинологов провести знакомство с животными. Уже год как полицейские взяли шефство над интернатом. Раз от раза проводят всевозможные спортивные соревнования и состязания. Новую встречу с умными собаками решили не откладывать в долгий ящик. Скоро детям покажут приемы задержания преступника. Елена Терехова, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Всегда первый, всегда в строю. Почетному гражданину пригородного района Аркадию Ершову исполнилось 80 лет. В день рождения в Нижнетагильском центре по работе с ветеранами юбиляра короновали. За что Александр Мешков расскажет. Корона на голове Аркадия Ершова означает, что он – лучший шахматист в центре по работе с ветеранами. Десять лет он возглавляет здесь шахматный кружок. Сегодня участники объединения – его Королевская гвардия. На то есть особый случай. Аркадию Ершову исполняется 80 лет. На руководящих должностях он всю жизнь. Мне как-то везло в техникум и староста. В армии командиром был. В институте староста был. Затем, работая директором, директором совхоза, возглавлял всех директоров, тоже старостой был. Награды на груди Аркадия Михайловича – за выполнение пятилетних планов. Городской совет ветеранов добавил еще одну – звание почетного гражданина пригородного района. Аркадий Ершов – некоренной тагильчанин. Родился он в Серебрянке. Окончил Свердловскую сельскохозяйственную академию. Там познакомился с женой Галиной. По распределению они сначала попали в Калиновский совхоз, а потом и в Нижний Тагил. Человек, вот он какой сейчас, он такой и раньше был. Он очень общительный. И вдобавок еще очень обязательный. Если он что-то сказал, он обязательно сделает. Сегодня Аркадий Ершов пообещал прожить еще много лет, чтобы передать свой опыт молодежи. Вместе с другими шахматистами он регулярно устраивает турниры в городском дворце творчества юных. Наш юнтовский друг дорогой. С открытой, красивой и чистой душой. Вы тренер по шахматам юнты большой. Всегда на встречи к нам приходите. С ребяток юных глаз не сводите. Гордимся тем, что вы для нас всегда готовый мастер-класс. Александр Мешков, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Красота Нижнего Тагила достойна наград. Сегодня в администрации города прошло награждение победителей конкурса «Лучший дом, двор и подъезд». В этом году поступило более 115 заявок. Победителей конкурса поздравила глава города Валентина Исаева. Проезжая многие дворы уже из комиссии и без комиссии, ну просто радовалась тому, сколько у нас появилось нового, красивого, уютного, хорошего. И вот это все благодаря вам. Самым красивым в этом году стал двор, который украшали жители 4-го и 8-го домов по Октябрьскому проспекту. Чтобы все лучшие дома, дворы и подъезды можно легко узнать в любое время года, победители получили почетные таблички. В ближайшее время их установят на дома. Первые лица НТМК благодарны ветеранам. Более 600 бывших металлургов они пригласили сегодня на встречу в ДК НТМК в честь Дня пожилого человека. Бывшим труженикам комбината вручили грамоты. Вы что это моложе, чем многие из нас, из нашего покрытия. Нет, это совсем молодые, они еще вырастут, их наручить надо. Но благодаря вам сегодня многое делается. И знаете, на самом деле, что-то мы потеряли. Вот в эти годы, уже после Советский, вот нет того разговора, который на самом деле присущ вашему поколению. Ветеранов НТМК шутят здесь, хватит на еще один комбинат. Цифра бывших сотрудников завода достигает 13 тысяч, что на три уступает количеству рабочих НТМК на сегодня. За добросовестный труд двое ветеранов получили грамоты и врасхолдинга. Тех, кто не смог прийти на встречу по состоянию здоровья, незамеченными не остались. После торжественной встречи на дом ветеранам развезли продукты питания. Уралочку водошувили металлурги. Сотрудники комбината встретились с командой перед первой игрой. Завтра стартует чемпионат России по волейболу. Николай Карполь поделился с рабочими предстоящими планами и рассказал о степени готовности к первому матчу. Детали дали. По разную сторону от трибун главные виновники события. Основная и запасная сборная Уралочки в полном составе. А вот лица команды все же немного изменились. Центральная блокирующая Марина Марюхнич перешла на сторону Краснодарского «Динамо». Теперь ее место занимает Мария Белобородова. Сила волейболиста к предстоящему матчу Николай Карполь оценивает строго. Твердую четверку присудил своим подопечным за готовность к чемпионату. Мы тренировались не в полном составе, но это нам не мешало и менять игру, и готовить игру, чтобы она была немножко эмоциональнее и динамичнее. Я думаю, что нам кое-что удалось по сравнению с прошлым сделать вот в этой динамике игры. И в атаке, и в защите. Думаю, что мы подменились вперед. Подготовку к чемпионату России в полном составе команда начала лишь недавно. Нападающая Эстас и блокирующая Филиппова влились в команду лишь две недели назад. На деле проверить готовность «Уралочки» приедет сборная Красноярска уже завтра. Соперники, отмечают Карполь, сильные. В Кубке Сибири одержали победу. В этом году чемпионате игра команд в целом поднялась. То есть, если раньше были явные аутсайдеры, то в этом году я считаю, что вот я называл команды, команды поднялись. Ну, а безусловно, я назвал лидеров, которые укрепились и стали значительно сильнее. Поэтому понимаем, что нам будет сложно. Мы без всякого укрепления, безо всего, только за счет работы. Но, несмотря на это, Карполь надеется на победу. В прошлом году «Уралочка» вошла в тройку сильнейших команд на чемпионате Европы. Что принесут соревнования с отечественными командами в этом году, первые шаги уже завтра. В Металлург-форуме «Уралочка» сразится с Енисеем. Елена Терехова, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. В администрации города снова появились дикие звери. На этот раз по коридорам здания гулял лев. Он завернул в нашу студию. Завтра в эфире программы «Вечер на Тагил-ТВ» Иван Шелко беседует со звездой мирового цирка Хамада Кута и его подопечным четырехмесячным львенком по прозвищу Титан. Его дрессировщик – один из немногих в мире, кто работает без страховки с хищниками в вольере. Еще в детстве Хамаду Кута засунули в пасть льву и уже в семилетнем возрасте он входил в клетку, не боясь. Маленького львенка в студии тоже никто не боялся. Он вел себя достаточно спокойно, жевал ковер и заигрывал с оператором. Все подробности смотрите завтра в программе «Вечер на Тагил-ТВ». Дрессировщик и львенок появятся в студии в 19.20. Не пропустите. Такова была информационная картина среды. Если вы стали очевидцем уникального события и успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам и получайте призы. Делайте новости вместе с нами. Наш телефон 419551. Адрес сайта www.tagildefistv.ru Раздел сообщи новости. Всего доброго.